Сфера транспорта и информационно-коммуникационных технологий, наиболее динамично развивающаяся в мире, является приоритетной в Азербайджане. По развитию данной сферы определены конкретные цели, министерством проделана большая работа, реализованы проекты. Тему мы продолжим обсуждать с гостем нашей студии, председателем общественного объединения гуманитарной организации «Хаят», экспертом по дорожной безопасности Азером Аллахвейрановым. Здравствуйте, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Азером Аллахвейранов, расскажите, как идут работы по транспортно-инфраструктурным проектам в стране? Безусловно, я думаю, что нужно особо отметить, что в Азербайджане дорожная инфраструктура развивается достаточными темпами, и, можно сказать, по всей географии страны мы видим то, как строятся новые мосты, строятся новые дороги, которые отвечают, можно сказать, последним, самым последним требованиям, всем технологиям. И я думаю, что, в принципе, сегодня, если посмотреть, даже можно взять отдельные статьи или отдельные отчеты различных организаций, которые время от времени оценивают ту работу, которую делается в сфере дорожной инфраструктуры. И вот буквально недавно был распространен один отчет, где отчетливо говорилось о том, что по своему индексу развития дорожной инфраструктуры Азербайджан, можно сказать, что опережает все страны СНГ. А по всему евразийскому континенту, если я не ошибаюсь, там наша ступень, которая была отделена именно во время вот этой оценки, там зашкаливает чуть ли не за 30. То есть, получается, у нас здесь 34 или 36 страна, мы по счету, которые развиваемся быстрым темпом в сфере дорожной инфраструктуры. И я думаю, что не только отчеты, но и наше население тоже как бы на себе ощущает все те достижения, которые мы имеем именно в сфере наших дорог. Даже простые граждане, которые время от времени очень часто разъезжают по различным регионам страны, воочию видят, какие результаты были достигнуты именно в этой сфере. Почему? Потому что, если как бы немножко посмотреть, немножко назад, где-то лет 15, там у нас 10-15, назад действительно наши дороги не были столь высокотехнологически устроены. И очень часто мы сетовали на то, что даже основные, как бы по своему стратегическому значению, считающиеся вот очень важными автомагистрали, они тоже не всегда соответствовали вот тем международным стандартам и нормам, которые мы часто видели в других различных странах мира, в частности, в соседних странах, скажем, Турции, или же странах Центральной и Западной Европы. Но, тем не менее, были поставлены четкие задачи. И я думаю, что вот эти задачи сегодня выполняются достаточно результативно. И в результате мы видим, что в итоге мы видим, что наши дороги сегодня по своему качеству не уступают общим мировым и достаточно высокоразвитым дорогам. И более того, мы сегодня конкурируем по многим вопросам. И в то же время наши дороги являются не просто той артерией, которая соединяет наши регионы. Наша дорожная инфраструктура уже вышла на уровень международного. И в этом плане сегодня наши дороги являются основной артерией, которая связывает многие полисы мира. И, безусловно, это еще раз подчеркивает ту роль, которая отведена Азербайджану в этом вопросе и то место, которое Азербайджан сегодня завоевал. То есть без дорожной инфраструктуры нашей страны реализация многих региональных, а иногда и трансрегиональных проектов буквально невозможна. И очень важно, что во всей этой панораме ведущая роль принадлежит в первую очередь Азербайджанской республике. Естественно, мы горды тем, что нашей стране отведена вот такая роль. Вот Азербайджан, один из важных инфраструктурных проектов это строительство дороги Баку-Губа, государственной границы с Россией. На этой неделе президент Ильхам Алиф ознакомился с работами, проводимыми на этой дороге. Дорога, как мы знаем, будет платной. Вот что гражданам страны стоит знать вообще о платных дорогах? Стоит ли ждать увеличения их количества? В чем их преимущество? Да, безусловно, вообще-то идея платной дороги для Азербайджана не новая. То есть время от времени этот вопрос поднимался, буквально лет 5-7 тому назад. Это очень активно обсуждалось в различных кулуарах, даже экспортных советах какие-то вопросы обсуждались. И идея сама заключается в том, что платные дороги ни в коем случае не должны быть противовес интересам простых граждан, которые должны пользоваться правом использования и альтернативных дорог. То есть как бы есть платная дорога, которая намного короче, которая намного скоростнее, но за это нужно платить. И есть и та дорога, которая является альтернативной, но по своему качеству она не уступает вот этой платной дороге, но по своей длине она немножко, как говорится, протяженнее. И с одной стороны там скорости не очень высокие, ну скажем, максимум 90 километров в час. А на скоростных дорогах, вы знаете, вот на тех новых платных дорогах скорость достаточно высокая. И вот эта Баку-Кубинская дорога, она не первая. То есть есть еще Баку-Астаринская дорога, которая там с протяженностью, по-моему, если я не ошибаюсь, 204 километра. И, в принципе, начиная с января, если не ошибаюсь, 2019 года, вот эта платная система, она будет введена именно на дороге Баку-Астара, но и впоследствии в Баку-Кубан. Я думаю, что, в принципе, наши граждане, та часть наших водителей, которые будут предпочитать быстрее доехать до точки назначения, естественно, будут пользоваться услугами вот этих платных дорог. Во-первых, это намного быстрее я доезжаю, это раз, и экономлю время. Еще есть другой вопрос, есть другая сторона вот этого вопроса. Очень часто водители, конечно, возражают, что платные дороги, там цены могут быть достаточно высокие, а иногда они будут несопоставимы с теми доходами, которые мы имеем. Но это, как говорится, находится введение соответствующих структур, которые проводят оценку, сколько вообще будет стоить вот эта платная дорога. Я думаю, что она не должна быть достаточно высокой в плане того, чтобы люди могли спокойно пользоваться услугами и этих дорог. Почему? Потому что вообще-то идея заключается в том, что платные дороги, это, безусловно, дополнительный доход в госбюджет страны. И эти средства могут быть снова же потрачены на развитие дорожной инфраструктуры и в других регионах. И я думаю, что вот эти два направления, вот, южный и северный, если в этих направлениях будут достигнуты достаточно позитивные результаты, именно в плане удовлетворения нужд наших потребителей по использованию этих дорог. Я думаю, что все-таки реализация подобных идей будут иметь и в других направлениях тоже. Может быть, уже определенные круги об этом задумываются, но, опять-таки, пилотные проекты, вот эти два направления, они должны быть опробированы, протестированы и выявлены все те моменты, которые могут привести к некоторым недопониманиям. И очень важно на практике выработать вот тот механизм, который сможет устранить вот это недопонимание. Азербайджан, пожалуй, самый актуальный для нас вопрос – это улучшение жилищных и прочих условий беженцев и вынужденных переселенцев. Какие работы в этом направлении проделаны и какие задачи и цели стоят перед республикой? Нет, безусловно, вопрос вынужденных переселенцев является вообще-то для Азербайджан самым приоритетным вопросом. И многие госструктуры, и не только госструктуры, и в целом общественные организации, гражданское общество, они, безусловно, в своих направлениях деятельности особо учитывают и этот фактор тоже. Почему? Потому что сегодня, если взять вот даже по статистическим данным, то сегодня на территории страны 10 миллионов населений, из которых, скажем, более 1 миллиона – это беженцы и вынужденные переселенцы. То есть каждый десятый получается беженцы или вынужденные переселенцы. Это достаточно высокая статистика для страны. А сегодня страны Европы, которые находятся под натиском наплыва тех же самых беженцев, переживают чуть ли не гуманитарные кризисы. Почему? Потому что очень многие страны сегодня даже закрывают свои границы, не пускают на территорию вот этих поток беженцев. А Азербайджан – та страна, которая в начале 90-х годов приняла на себя вот этот огромный объем и взвалила на свои плечи проблемы, которые касаются непосредственно 1 миллиона граждан страны. И, естественно, в этом направлении сегодня делается огромная работа. И я могу точно с уверенностью сказать, что если в начале 90-х годов уровень безработицы, уровень количества проживающих в очень плохих жилищно-коммунальных условиях вынужденных переселенцев сегодня намного был снижен именно благодаря тому, что наши государственные структуры, работающие в этом направлении, сделали сегодня очень огромную работу именно в плане обеспечения жилищно-коммунальных условий. Если в начале 90-х почти что 700 тысяч человек, это вынужденные переселенцы, жили в очень плохих условиях, сегодня уже официально заявляется о том, что на конец 2018 года более 300 тысяч человек в целом, это я имею в виду вынужденных переселенцев, будут обеспечены новыми местами для проживания. Это новые поселки, которые сегодня строятся в огромном количестве. Это общественные здания, которые ремонтируются и так далее. Но, естественно, всего это недостаточно в плане того, что для вынужденных переселенцев в первую очередь это земля, это территория Нагорный Карабах, которая должна быть освобождена от оккупации. И только после этого многие вопросы будут решаться уже в другом контексте и с другими подходами. Спасибо большое, Азер Малин. Спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Я напомню о развитии транспорта и информационно-коммуникационных технологий, а также о вопросах беженцев и вынужденных переселенцев. Мы говорили с председателем общественного объединения и гуманитарной организации «Хаят», экспертом по дорожной безопасности Азером Аллахвереновым. Азером Аллахвереновым.